Теперь мы надошли до правил. И первое правило на странице 25 – это буквы Мадды. Если проще сказать, это долгие гласные. И вот они у вас. Вот они. Три долгие гласные. Это Алиев, Я и Вау. Как понять долгие гласные, либо Мадды? Это когда буквы тянутся на две огласовки. То есть на два звука тянется протяженностью. И здесь вот в книге написано два условия. Первое, чтобы вот эти три буквы Алиев, Я и Вау, они стояли без огласовок. То есть стояли пустые. И второе условие, чтобы соответствующие буквы приходила соответствующая огласовка. То есть Алиев, до неё должен стоять Фадха. Сверху такая палочка. Чёрточка. Буквей Я, до неё должна стоять Кясра. И буква Вау, вот эта долгая гласная, до неё должна стоять огласовка Дамма. И это можно вот на вот этой первой строчке тяжело увидеть, на вот этом примере проще. Вот они. На букву Б посмотрим. Вот у нас первая написана буква Б. И она огласована Фадхой, Ба. И после неё идёт Фадха. То есть это долгая гласная, видите, она стоит без огласовки. Значит, она тянутся, должна вот эта буква Ба, звук Ба, должен тянуться на две огласовки Ба. Не просто Ба, а Ба. Также следующее. Стоит Бэ, Кясра, и после неё Я. Вот это Я, опять же таки, она не читается Бий, например. Там нету суку на Бий, чтобы она читалась. Она стоит без ничего, без какой-либо огласовки. И до неё соответствующая стоит Кясра. Значит, вот эта Би должен тянуться на две огласовки, на два звука. Би. И также вот эта Вау. Она стоит без огласовки, пустая. Это значит долгая гласная. И до неё соответствующая огласовка, это Дамма. Значит, звук Бу должен тянуться на две огласовки. Бу. Ба. Би. Бу. Тянешь на две огласовки. Нужно обязательно тянуть на две. Первый пример. Вот это здесь у нас с Хамзой. Что такое Хамза? Вот она. Хамза – это вот проходили, которые мы на первом уроке. Там сама Хамза, она читается как А и У. Но мы проходили на первом уроке, а самая первая буква, она стояла, у неё подставка была Алиф. То есть Алиф – это такая несамостоятельная буква, она сама по себе не читается. Но она будет читаться только, когда над ней либо под ней стоит Хамза. Вот такая, можно сказать, перевёрнутая двоечка. Вот она. Это Хамза называется. Она читается как А и У, то есть какая у неё огласовка соответствует придёт, так она будет читаться. И у неё будут какие-то подставки. Например, мы первую прошли букву, у неё подставка была Алиф. Вот. Следующее будет отдельное правило Хамзы. Сколько видов Хамзы у неё есть. И иншалом вы полностью поймёте. Пока как бы не зациклютись, просто её читайте как А и У. И первое у нас, вот у нас первое, первую строчку прочитаем. Она читается, вот у нас Алиф стоит без огласовки, значит, это долгогласная. Вот эта Хамза, звук А, должен тянуться на две. А тогда что такое следующее? Следующее, это показывается, как она будет читаться слитно. То есть любая буква, которая придёт, она вот так будет читаться слитно. Вот первая Хамза, которую мы читали, видите, у Алиф стоит, не сливается с ней. А вот это, вот эта чёрточка, вот, это показывает то, что у неё буква сливается, как, например, можно увидеть над буквой Б. Видите, Алиф соединённый с буквой Б. А есть буквы, которые после себя не соединяют. Вот. И вот так, например, вот Хамза, она не соединяет после Б. А следующая, любая буква может соединиться, и вот так будет показано. Следующее И. Вот у нас Я стоит без огласовки, значит, это долгогласная, и до неё соответствующая огласовка. Тясра, значит, вот этот звук И, Хамза звук И, будет тянуться на две. Звук тянется И на две. И здесь также она написана, как будто такая долгая гласная Я стоят без огласовки в середине, например, букву. Вот здесь какая-то буква стоит, и вот здесь какая-то буква стоит. Вот это, вот такие чёрточки, это показывает на соединение. Значит, они также будут тянуться. Вот так она будет проходить в середине. И вот так, например, вот Я приходит в конце. Вот на букву Б, опять же-таки, можно посмотреть. Я пришла в конце. И вот здесь тоже пример. Он приходит в конце. И также у Хамза стоит, она огласована Даммой. И после у неё Вау без огласовки, значит, она тянется, вот этот звук У тянется на две. У. А последнее, это она как будто, вот это соединение, любая буква может соединиться, и вот так Вау может прийти в конце с соединением. Вот. Теперь дальше читаем. Б мы уже читали. Это у нас Ба-ми-бу. Тянется на две огласовки. Также следующая буква. Это буква С. Ца-ти-ту. Са-си-су. И вот здесь, вот в этом примере, приходит последовательность. Вот как они в алфавите пришли. Али-ба-та-са. Вот здесь то же самое будет. Вот здесь только у тебя примеры с долгими гласными. С тремя долгими гласными. И, аль-хамдля, ты когда можешь это читать, тем самым повторить буквы для повторения. Плюс еще тянуть, вот это правило берешь. Джа-джи-джу. Это буква Джим. Следующая буква Х. Тянешь, потому что они стоят без огласовки. Хо-хи-ху. Вот у нас буква Дель, она не соединяется после себя. До себя она соединяет, после себя не соединяет. Мы видим то, что вот Алиев, Я и Вау, они не соединяются с ней. Но также тянутся. Да-ди-ду. Также Дель, она не соединяется после себя. За-ди-зу. Ро-ри-ру. За-зи-зу. Са-си-су. Са-ши-шу. Са-си-су. До-ды-ду. То-ты-ту. До-зи-зу. Са-си-су. О-ы-у. Кя-ки-ку. И многие, когда доходят до вот этой буквы, они её не могут прочитать, не знаю, что это такое, как она читается. Это буква Лям. В алфавите называется Лям. И к ней соединилась Алиф. Вот она красная. Она вот так будет соединяться. Запомните это соединение. Она читается Ля-тянется. Ля-это буква Лям. Вот такая чёрненькая Лям. И к ней ещё опять вот так соединилась Алиф. И тянется она. Вот у нас закончился алфавит. Следующие идут после вот этой буквы Я и Ю. У нас идут те же самые, которые мы проходили, только они в разноброс. То есть, чтобы ты так же повторил, и чтобы ты вот так некоторые читают, и у них по памяти просто идёт, и они читают. А здесь сейчас у тебя будет в разноброс, и это ты уже прочитаешь сам до конца. Также, когда ты будешь читать, тяни её. То есть, не скупись, тянуть на две огласовки. Потому что если сейчас ты не будешь тянуть, потом когда будешь тянуть? Многие читают и не тянут, где нужно тянуть. Где-то кто-то больше тянет, кто-то вообще не тянет. То есть, мы изучаем для того, чтобы ты полностью соблюдал правила чтения Курана. И это как раз ты украшает твоё чтение во время Курана, когда ты его читаешь. Вот это ты прочитаешь до конца сам. После вот этой строчки, вон туда, ты спускаешься сам вниз и читаешь до конца. Те же самые, мы тоже самое читали, только они в разноброс. Следующее упражнение. Теперь немножко прочитаем упражнение. Здесь на три страницы они пришли. На три страницы, и идёт следующее правило. Мы прочитаем немного, только часть, чтобы не занимать много времени. А потом ты уже прочтёшь её сам до конца. Просто посмотрим, как читаются примеры. И потом ты её, яншала, закончишь дома. Первое. Малю. Халю. Нару. Джагу. И вот это последняя буква. Мы говорили, она приходит иногда как капелька, когда не соединяется до себя ни с какой буквы. Она вот такая как капелька пишется. Джагу. Щаму. Видите? Ща тянем. Щаму. Не просто щаму, а щаму. Саму. Ба-ри. И Ба тянешь, и Ри тянешь. Вот эти долгие гласные, они вот, они пришли без огласовки, они красные выделены, и ты должен Б и Р тянуть. Ба-ри. Щаму. Щаму. А-ри. Ро-ри. К-о-ри. К-о-ри. Га-ри. Ха-ри. Каляму. Саляму. Халя-лю. Ха-ро-му. И дальше, начала после слова Ха-ро-му. Продолжишь читать. И мы перейдем на последнюю страницу. Здесь уже слова такие большие. И мы также возьмем две последние строчки. Вот это. Му-ста-ки-му. К-и тянешь. Видишь, она пришла в середине. Вот это К-и тянется. Она без огласовки стоит. И ты тянешь К-и. Му-ста-ки-му. Му-ты-ни-на. Му тянешь. И не тянешь. Нун. Нина. Му-ты-ни-на. Мур-са-ли-на. Мух-сы-ни-на. Мух-са-на-ту. Го-фи-ля-ту. Го-тянешь и лам-тянешь. С-а-ма-ва-ту. С-а-ли-ха-ту. И на этом мы закончим. И следующим правилом у нас таждид мы разберем на следующем уроке. С-а-ла-лаху-васаляму. Аля Наби-ина Мухаммад. Аля Али-и. Ас-а-бихи. Аджмай-ин.